всем привет добро пожаловать в новый влог сейчас когда я снимаю вступительную часть к этому видео я вообще наснимала много всякого разного и потом монтирую это в отдельные ролики так вот сейчас у нас идет четвертая неделя карантина держимся под речком и хорошая новость состоит в том что время пролетает очень быстро не знаю как это возможно но просто каждый день вот так как по щелчку пальца заканчивается и вы мне писали что вы также не скучаете что у вас там горы домашнее дело что те у кого дети не знают чем в первую очередь заняться то ли проконтролировать домашние задания то ли приготовить завтрак обед ужин и все остальное а также девчонки я вам говорила что мы поступили в школу в которую захарка пойдет только в сентябре но так как детки начинают там обучение с 5 лет я чуть не сказал с 5 класса с 5 лет а захар уже 7 то есть ему нужно много чего догнать нам выдали некоторые материалы то есть там задания письменные всякие для захарчика мы это распечатали и этим занимаемся знаете когда в начале февраля по моему я все это взяла я покажу вам книжки по которым мы учимся читать и также нас просили не запускать английский потому что школа которую мы выбрали она находится недалеко от нас называется она с херцо это частная школа вот мне очень понравилось то что в школе которую мы выбрали у них все изучается периодами то есть например если это средневековье то средневековье в истории средневековье в литературе и также в театре театр у них входит в обязательную школьную программу также бассейн это физкультура и английский каждый день вот и дети после окончания средних средней школы то есть это получается где-то восьмой девятый класс сейчас что за там снова больше меняется я немножко потерялась я на уровне 1 2 3 класса приблизительно стараюсь что-то поподробнее узнать пока мы там доживем до этого восьмого класса короче когда дети заканчивают среднюю школу то они дают специальный экзамен по английскому и получают сертификат знания даже не на начальном уровне а где-то на среднем вот так что надеемся что захарчик там понравится и еще если это химия например да то ты заходишь у них там лаборатория очень много практики у них дискуссионные группы они сидят не по двое а парты сдвигаются и и делят на такие подгруппы по 4 человека и вот пока мы сидим дома я захарчиком читаю он пишет и также мы изучаем английский онлайн очень важно чтобы это было форме игры чтобы это было что-то такое увлекательное чтобы он также был очень заинтересован и чтобы эти уроки не были слишком долгими мы выбрали школу которая называется just kids.com.ua я оставлю вам все контакты внизу инфобоксе и эта школа ориентирована на страны снг я написала для вас такую небольшую часть для захарка проходил первый урок первый пробный урок вы также можете зарегистрироваться и еще получить два бесплатных урока опять же напишу вам все в инфобоксе эта школа ориентирована на персональное обучение английского языка то есть один на один с преподавателем вы можете выбрать преподавателя и вот например если вам понравится на первом пробном уроке можете договориться о следующих вот этих виртуальных встречах это проходит очень быстро то есть вы регистрируетесь на платформе и буквально там одним нажатием вы заходите в определенное время о котором вы опять же заранее договариваетесь и в таком реальном времени общаетесь в смысле не общаетесь а учите язык по программе cambridge university press каждый урок длится 40 минут и также вы можете выбрать разный уровень то есть или для деток преподавателя подбирают возрасте от 6 лет там и аж до подросткового возраста то есть можно как подготовиться к школе так и подтянуть школьную программу и еще и сильно ее обогнать я всю жизнь ходила на дополнительный английский язык каждую субботу я была занята я ездила на такие частные уроки это было сто лет тому назад и сейчас очень удобно что есть вот такие онлайн школы тебе никуда вообще не нужно ездить это действительно очень удобно и также ты можешь выбрать того преподавателя который тебе по душе с которым тебе комфортно с которым тебе интересно и вы можете находиться в разных частях земного шара скажем так и вот так онлайн встречаться действительно это очень интересно и я рада что захарчику нравится и гнат просто так знаете там поглядывает а вот для захарчика это и полезно и также он занят не просто целый день играется или непонятно чем занимается давайте посмотрим как это проходило вот еще скажу вам пару слов и еще один який то есть греи и 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 зорка скажи пожалуйста тебе понравилось кот да да хотел бы еще занятия такие да да классно тетя такая приятная думаю что в следующий раз мы даже по-русски можем да таки потому что по-русски все понимаешь но первый раз чтобы не было стресса вот так и гнат здравствуйте молодчин казаки мама тобой очень-очень гордит бай-бай бай бай сила а если у вас преподаватели которые знают польский и мне буквально за 15 минут нашли девушку которая владеет и польским языком и английским вот поэтому можете тоже поинтересоваться если у вас такая же ситуация как у нас вот и наверное тоже благодаря этому потому что у захарчика первый его главный язык это польский он себя чувствовал более комфортно и вот я тоже находилась рядом потому что мое присутствие для него очень важно в принципе ему даже так комфортнее заниматься дома чем куда-то ехать незнакомое место мне кажется что ребенок благодаря этому всему лучше раскрывается еще знаете что классно после первого занятия но все-таки когда это другой преподаватель не из садика тоже оставил свой комментарий преподавателя зовут анастасия вот и она написала что ребенок хорошо знает азы чему они научились вот и также такой комментарий вы можете найти в личном кабинете на вот этой специальной платформе час кит нам понравилось я слышала что сейчас очень многие переходят именно на онлайн обучение вообще все школы да и когда я ходила в школу 15 лет тому назад я закончила школу это было очень давно тогда это было немыслимо тогда мы за какие-то баснословные деньги подключали интернет он был четко по минутам я выпрашивала чтобы можно было найти какую-то информацию для рефератов напишите пожалуйста как это происходит сейчас в это время потому что для нас этот год это также начало школы и я не знаю как мы будем еще догонять программу потому что у нас должны были начаться некоторые дополнительные программы эти уроки в мае и также в июне но сейчас в связи с ситуацией я думаю что это будет где-то июль или возможно август мне сегодня такой день хочется чего-то прямо вредного и этим вредным ну как в кавычках будет пицца причем пицца не на тонюсеньком тесте а такая знаете чтобы можно было поесть и накормить всю семью чтобы муж не остался голодным тесто на пиццу у меня универсальное сейчас расскажу что нам понадобится а вот с начинкой я еще не определилась потому что хочу сделать две версии но не уверена что у меня все есть в холодильнике и так для теста нам сегодня понадобится вода комнатной температуры оливковое масло мука дрожжи дрожжи могут быть и сухими соль и сахар это все вымешиваем тесто я признаюсь что я в этом деле не лук поэтому пользуюсь своим прибором тесто готово перекладываем его в миску какое тепленькое сейчас томик я занята обедом не завтраком так обедом как не обедом так ужином так и живу посыпаю тесто немного мукой должно было быть так красиво но что-то пошло не так и оставляю его на полчаса даже до двух часов под прикрытием в каком-то более менее теплом месте а тем временем начну заниматься начинкой для нашей так как я сказала у нас будут две версии пиццы одна более классическая с томатным соусом вот этот я покупаю в лидле очень нравится их итальянская линейка но больше всего люблю именно без каких-то приправ а сама что-то там миксую ну есть такая будем использовать такую обязательно еще добавляю орегано также салями и это у меня буфала вообще хорошо было бы добавить моцареллу но не пойду за ней магазин и кстати если вы натираете нарезаете моцареллу разместите ее на тарелку и на бумажное полотенце чтобы из нее ушла вот эта влага и вторая версия будет соусом бешамель я напишу вам в инфобоксе рецепт я его уже как-то показывала не стану повторяться и также у меня есть тунец он в масле такое пицца с белым соусом я люблю именно с маслом тунец так что достала это посмотрите какие здесь огромные куски рыбы и тоже тунец из лидла из линейки deluxe очень очень вкусный как только видим всегда стараемся купить также нарезала красный лук старалась сделать это тоненько если не хватит то еще дорежу и если захочу то добавлю вот такие оливки жду когда тесто будет готово и быстренько сделаю пиццу вот так тесто подросло за полчаса и говорила что тесто это одно из немногих вообще субстанций с которыми я не очень умею и в принципе даже не очень люблю работать потому что у меня часто получается какой-то вы знаете провал но все равно я не сдаюсь я настолько тороплюсь потому что у меня куча работы так что я сейчас особо стараться не буду а просто сделаю что-то раздавитель на скорую руку для меня суть домашней пиццы не в том чтобы она была идеально круглой или идеально квадратной а в том чтобы во первых тесто было вкусным она вкусная поверьте мне и несколько раз уже готовила по этому рецепту знаете для деток домашняя пицца это нечто большее чем для нас до обед на скорую руку нет они обожают когда дома пахнет как-то вкусненько и конечно самой иногда хочется чего-то такого необычного не просто котлет вот казалось бы раньше пицца всегда была под носом и можно было не есть месяцами а тут все закрыто мы даже на дом с доставкой ничего не заказываем так что делаем сегодня домашнюю пиццу но пахнет реально как в ресторане по вкусу тоже не уступают очень многим пиццу запекаем 20 минут при температуре 220 градусов и обычном режиме господи это просто идеальное сочетание хотите попробовать что-то новое я давай обязательно приготовьте да да прям все настолько не заезжено класс вот так выглядят эти книжечки и и гораздо больше на самом деле здесь только один блок в каждом блоке по 10 книг и в каждой книге по одной истории каждой из них также подобраны специальные слова и также сочетание букв гласных и согласных и сочетание слов таким образом чтобы ребенку можно было проще научиться читать и вообще запомнить как выглядят все эти буквы вначале также есть специальная инструкция для преподавателя но я подписывала документы о неразглашении вот этой методики я не знаю насколько она уникальна я никому не могу передавать эти книжки также не могу делать ксерокопии вот так буквально одним глазом заглянем что же здесь перед каждым занятием мы еще раз повторяем гласные согласные я вижу что с каждой истории с каждой вот такой книжечкой у ребенка все лучше и лучше получается но мне кажется что сочтение вообще в принципе так и чем бы ты не занимался если делаешь все правильно то со временем замечаешь прогресс перед тем как мы начинаем читать нужно озвучить ребенку тему этой истории задать ему вопросы и ну чтобы возникла такая определенная дискуссия дальше читаем просто по слову так же сочетание и когда второй раз ребенок читает то же самое задаешь вопросы ребенку чтобы проверить понимает ли о чем он собственно говоря читает и третий раз ребенок читает с интонацией и потом также можно еще раз все обсудить там любишь ли ты одеваться когда нужно больше вещей надевать на себя зимой и летом и так далее и вот тема разная абсолютно и это было только начало дальше все сложнее и сложнее по моему это был первый комплекс книг которые книг но вот этих историй которые мы читали а дальше там сложнее а еще что интересно чего не было мое время возможно это уже стандартная практика во всех школах во всех странах я без понятия мы только с этим совсем столкнулись обязательно напишите как в ваших странах в общем в этой школе в которую мы поступили используют не печатные буквы а вот такой шрифт который максимально напоминает максимально приближен к таким буквам которые дети также учатся писать и говорят что тогда у детей гораздо проще откладывается это все в памяти им проще научиться и читать и также писать теоретически в этом есть логика что скажете это помощь для польских производителей цветов рынок закрыли цветы остались надо покупать они прямо дома привезли оптовый рынок закрывают тюльпаны вырастили никто их не покупает поддерживаем это мне ты мне говорила что ты мне за пиццу что-то принесешь и и и и и Субтитры делал DimaTorzok 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 Когда они могут прийти скупиться Субтитры делал DimaTorzok 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 Номерок 553 Это какая-то новая линейка блесков Dior Я думаю, что если все будет хорошо То я присмотрюсь вообще к их средствам для губ Потому что очень приятное впечатление оставил Помимо того, что, наверное, я бы выбрала себе Немножко другой оттенок Потому что в этом есть блестки И они ощущаются на губах Я такое не очень люблю Ну а сама консистенция и увлажнение Очень хорошее Он такой вязкий, немного легковатый И благодаря этому хорошо держится на губах Несколько часов И даже защищает их от пересыхания И приятно пахнет то ли ванилью, то ли карамелью Чем-то сладеньким Ну, вы все поняли Полдвенадцатого у меня только появилось время На то, чтобы нанести масочку Поухаживать за собой А все-то я жду Томака Я долго не могу уснуть, когда Я знаю, что он должен приехать Потому что он как-то громко ходит И как бы он не старался тихонько зайти Там помыть, помнить, почистить зубы И лечь спать я каждый раз схватываюсь Потом долго не могу уснуть Поэтому думаю, ладно, буду сидеть И дожидаться, когда он вернется Куда-то он поехал так поздно За продуктами У нас сейчас ввели ограничения на количество людей в магазине И на количество людей на кассах И говорят, что днем и утром тоже очень большая очередь И Томак завтра работает Поэтому нужно было закупиться перед выходными Он звонит Прошу? Пшет арты таки Так, только у вас прошу без базилии, добро? Мы чаще всего делаем контрольную закупку в Лидле Это такие небольшие супермаркеты Они не только в Польше Это вообще сеть И я знаю, что в многих европейских странах Они также представлены Там есть как и самые необходимые продукты Я, по-моему, да, я же там снимала вам Показывала, что там есть И также периодически там Несколько раз в неделю бывают акции Например, там греческая неделя Или итальянская неделя И потом вот какие-то региональные, например, продукты Представлены в продаже Или, ну, что-то там из техники Или после Нового года Все для активной жизни, для похудения Часто бывают какие-то акции То с артикулами для дома, для детей В общем, очень интересный магазин Вот, у нас есть прям свои любимцы За которыми мы можем специально туда поехать Но не сейчас, а вообще И это такая долгая предыстория Это я к тому, что некоторые Лидлы Сейчас будут открыты или круглосуточно Или до 12 ночи Дома поехал после 10 Когда мы лыли спать Спасибо, что вы были со мной Если вам понравился влог, то не забывайте поставить пальчик вверх Еще раз повторюсь, что давайте будем Такой позитивной поддержкой Друг для друга Виртуальными друзьями Я вас крепко обнимаю Берегите себя Всех целую Пока-пока До новых встреч уже совсем скоро Субтитры сделал DimaTorzok